Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам покажу очень распространенную ошибку в игре World of Tanks, которую не стоит делать и нужно думать головой, а если и упарываться, а мы именно будем рассматривать упарантов, то как следует упарываться, на что обращать внимание. В начале боя я смотрю куда едет моя команда и большая часть поехала в деревушку и там они будут якобы тащить катку. Также я еще вижу, что сзади меня едет пару ПТ-шек, поэтому обращаю на это внимание, что есть гриль, есть у нас 4005 по баха, пару тяжей будут здесь сдерживать вражеских тяжек, ну и основная наша группа нагибаторов поехала сюда нагибаться. А мы поедем хоть и в одиночку, но будем держать этот фланг. Почему я в одиночку не боюсь ехать? Потому что сзади меня есть ПТ-шки. Если бы их тут не было, я бы сюда не поехал. Почему они мне здесь нужны? Потому что если на меня будут упарываться, то они мне очень пригодятся, эти ПТ-шки. Даже если дадут по одному урону, я заберу шотный танк и это для меня будет уже какое-то укрытие. Ну и в принципе, если я буду подсвечивать врагу, то эти ПТ-шки будут просто накидывать. Тем самым мы сдержим фланг. Либо если не сможем сдержать, то враги как минимум получат много урона. Также еще в начале боя я обратил внимание, что очень много СТ-шек в бою, плюс еще есть взвод. Я сразу подумал еще на Респе, что в меня могут упороться эти СТ-шки. Сюда часто приезжают СТ-шки. И поэтому очень важно то, что сзади были ПТ-шки. Я сразу понял, что они здесь есть, значит ехать можно. Если их тут нету, то и ехать смысла нету. Потому что я туда приеду, светить я буду никому. Хоть у меня крепкая башня, я буду стоять от нее накидывать, но светить некому. Это раз второе. Если на меня упориться, то прикрывать тоже некому. Надеяться там на одну арту смысла нет, потому что, во-первых, это 261, который там если и попадет, то эта фигня будет. В принципе, короче, на арту смысла надеяться нет. Вижу, что 140 здесь на фланге и он уже показывает то, что здесь есть взвод СТ-шек, скорее всего. Но я пока отстрелю кубаноидов на тяжиках, которые нагибают. Нагибают неистово, просто нагнули и в ангаре продолжают себя нагибать. Итак, отстреляли тяжей. Здесь я вижу движуха на горе и пора их уже подсветить. Подсвечу здесь Шеридан и СТ-шки. На Шеридана пока не обращаю внимание, потому что он сейчас получит от сзади стоящих меня прикрывающих ПТ-шек. Я вижу, что уже убаривается на меня 140-й и у него уже пол-ХП и они светятся давно. Шеридан вряд ли поедет, потому что ему уже хероватые оглушения 13 секунд. Я сбиваю каток 140-ому, у него 900 ХП. Если мы смотрим на это со стороны, что у нас получается? Стою я на танке бронированном со лба. У меня крепкая башня, корпус такой себе. На меня едет два танка. Один из них уже половинчатый. И что? Сзади меня стоит гориль, который спокойно может выкатываться, стрелять и закатываться. А тут еще есть бабаха, которая тоже может выкатиться и хорошо так бахнуть. Эти чуваки на меня упарываются вдвоем и там еще дальше будет и СТ-шка, которая вроде бы им не помогала. Что будет происходить дальше? Даже если эти челики упарываются, то как следует это делать? Во-первых, надо понимать, что вы играете не против одного меня. И я здесь на самом деле не самая большая угроза. Самая большая угроза вот для вот этих чуваков. И нужно от этой угрозы прятаться. Как это нужно делать? Нужно между собой и угрозой иметь укрытие. Вот эти чуваки должны были спуститься, стать жопой под камень. ПТ-шки меня не простреливают, точнее врагов не простреливают. И просто вдвоем стоять меня разбирать. И если кто-то становится шотный, закрывать фуловому шотного и вдвоем меня просто убивать. Но самая распространенная ошибка в том, что люди, которые упарываются, они смотрят только на одного меня. Вот я тут стою и они больше ничего не видят. Вообще ничего. У них нет ничего. Они перед глазами видят только один танк. У них нет вообще обширного зрения, какого-то взгляда на всю карту, на весь бой, что происходит. Я вижу, что здесь с тяжами все сдерживается, все хорошо. Здесь меня прикрывают ПТ-шки. Здесь куча моя поехала там побеждать деревню эту. Все, у меня вся карта перед глазами. Я все вижу, все контролирую. Но часто я вижу, как люди упарываются не только взводом, но и по одному. Они не видят всей карты, всей ситуации. На карте, на каждой есть места, где часто стоят ПТ-шки, часто стоят тяжи и часто стоит арта. Вы изначально, даже если враги не светились, должны понимать, что на каждой карте есть место, откуда стоит ждать угрозу в виде ПТ из кустов и так далее. Здесь на железке всегда, вот на карте покажу, вот здесь вот, в С2 часто стоят ПТ-шки. Всегда, часто. Потому что простреливается вот здесь тяжик и можно в него пострелять. Также гора простреливается. Да и если кто-то еще засветится, тоже можно пострелять. И здесь плюс-минус безопасно, потому что стоишь на расстоянии. Вот видите, круг от меня до Бабахи. 450 метров. То есть, в принципе, Бабаха, если еще чуть-чуть отъедет, она не сможет засветиться, потому что расстояние большое. Также еще здесь часто стоит. Ну, не так часто, но частенько там и СТРВ-шки любят. В этот раз гриль. То же самое, если думать про стальную карту и рассматривать ее. Вот видно, что у меня отрисовка не достает в бою сейчас, но по карте видно, что здесь ПТ-шки стоят. И тут тоже они часто стоят практически каждый бой. То же самое и на другой стороне карты. Здесь всегда стоят ПТ-шки. Всегда. Такое, чтобы здесь никого не было, такого не бывает. То же самое и на железке у врагов. Здесь никто не светится, но я уверен, что здесь кто-то есть. По-любому, всегда. И об этом нужно знать изначально, в начале боя. Не надо быть каким-то гением, чтобы такие вещи знать. Конечно, карты в картошке это та еще беда. Союзники, враги, там, бои разные бывают. Но такие элементарные вещи, как знать, где часто сидят ПТ-шки. Откуда ждать угрозу и куда можно упарываться и куда нельзя. И как стоит упарываться. Это все надо понимать просто как данность. Ты это изначально должен знать и понимать. До этого не надо доходить какими-то сильными усилиями, мозговыми раздумиями. Просто это ты должен знать просто вот так. И так на каждой карте. Смотрим, что происходит в бою. Чувак на катке стоит, подчинился ей дальше. Я начинаю фокусить того, у кого меньше хп. В принципе, у него уже 500 хп и у другого 1200. Кто-то в него стрельнул, но это был не я. Чинюсь, начинаю дальше фокусить. У меня пушка на жопу не опускается, но помогает бабаха и гриль. В принципе, шотный отправляется в ангар. Я еще живой. И мы смотрим, что происходит. Что делали вот эти два челика? Они совершили эту ошибку. Вот у них укрытие. Единственное укрытие, которое им может помочь. Да, конечно, тут еще может тяжик бахнуть через заборчик. Но мы видим, что тяжики отвлечены. Они там заняты своими делами. Они, в принципе, вообще не обращают на это внимания. А хотя могли бы прикрыть, если они подъедут под этот камень. Здесь холмик мешает. Но это уже совсем другая история. Пока там тяжики сообразят, перестреливая с тяжами, и не у всех внимательности хватает. Тем более в нашем рандоме, чтобы у кого-то хватило внимательности и помочь где-то в каком-то неудобном месте. Тем более там еще забор мешает, а на карту никто не смотрит. Вряд ли бы туда кто-то начал стрелять. Да и пока бы они там на тяжиках что-то сообразили, они бы меня убили и уже было бы легче. Но они не воспользовались этим укрытием. И на многих картах тоже есть такие укрытия, и тоже ими никто не пользуется. Да и упаруются как попало. Я не смотрел статку этих чуваков. Я не знаю, упоролись они по ХВМ, упоролись они просто так, потому что они так всегда делают взводом. Мне, в принципе, все равно. Я это видео делаю для того, чтобы люди, которые любят вот так вот куда попало въезжать, чтобы они, если это делают, то делали это правильно, изучали карту, либо не делали так, потому что это не очень эффективно. Тут еще сыграло роль то, что альфа у меня не прошла, и у меня пушка на жопу не опускается. Добиваю последнего врага. 3500 урона у нас, 2000 на света. Минус взвод СТ-шек. Там еще Шеридан где-то накатался на ангар, наехал. А Шеридан на бугаре сдох. Ну и, в принципе, я живой и могу продолжать играть от башни крепкой своей. Все, в принципе, я в этом бою уже сделал максимум того, что от меня вообще требуется. Слил целых два танка, еще посвятил ЛТ-шку. И, в принципе, этот фланг мы задефили. И можно продолжать бой дальше. А вот враги сами сделали этот бой. По сути. Мне пришлось просто пострелять в них и все. Больше от меня ничего не зависело. И дальше я могу здесь напрягать чувака от башни. И он ничего мне не сделает. Казалось бы, у меня 168 хп, но он ничего не может. А все из-за того, что они в нулину послевались. Ну, не прям в нулину. Но они, конечно, хп мне почти все сняли. Но там еще и даже повезло, что альфа у меня не вылетала. Еще и не совсем удобно я оборочался. Кушка на жопу не опускается. Я на там танке еще не сильно много боев сыграл. Не совсем привычно на нем играть. Еще не привык. Вот такой вот бой. И таких ситуаций, сколько я играю в картошку, очень много. Прям куча. Столько врагов сливается из-за того, что упаруются на какой-то танк. И просто перед ним стоят и стреляют. И не занимают никакое укрытие. Чаще всего надо поджиматься за врага и поджиматься под какое-то укрытие и прятаться за ним. Но такое делают так редко, что... Я даже не помню, что так делали. Честно. Вообще не помню. Чаще всего вот так вот и упарутся. Лишь бы как-нибудь выехал пыщ-пыщ конец. Ну, что? Не повезло. Команда раки. Мы не виноваты. Кто-то виноват, но не мы. Но по факту вот так вот оно все и посливалось. Там слился танк, там слился танк. И все. Конец. Бой закончен. 5-700 урона. При том, что я ничего не делал. Сами враги все посливались. Дали мне кучу урона и все. Такие вот дела. Я надеюсь, что этот бой и разбор этой ошибки чем-нибудь вам будет полезен. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.